Ну а у нас уже в гостях рок-группа Хрона, а именно Виктор Золотарёв, Алексей Ёшев и Дмитрий Афанасьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите сразу, парни, как у вас вообще родилась идея создать группу и как вы нашли друг друга? Вообще случайно, как обычно это у нас бывает. В 2010 году мы с Дмитрием познакомились в одном из проектов под названием «Мартин», тогда Андрей Веретнов руководил. И после распада группы мы решили сколотить свой состав. Ну и долго, конечно, искали, все возможные объявления давали на одном из ангарских сайтов. И благодаря Евгению Масловскому, он позвонил мне и пригласил на репетиционную базу, где они занимались. И там, собственно, мы с Алексеем уже познакомились. Через день уже Валентина Вольнова, наша клавиша, ну сегодня она не смогла присутствовать, к сожалению. Ну, она очень за нас сегодня болеет, да. Собственно, вот в 2012 году у нас все это случилось. Кто у вас за что отвечает? То есть кто-то же наверняка играет на гитаре, кто-то солист. Ну да, я гитарист. Ударный. Дмитрий Афанасьев, это пульс нашей группы, действительно, человек такой ответственный. Я бы сказал то, что скрупулезно ко всему относящийся, действительно, хочется ему всегда все до идеала довести. Алексей Юрушев, это наш взлук, так сказать, ведущая гитара. И, конечно, всегда вот любые концерты живые, всегда Илёха у нас за это отвечает. А вы виктор солист? Да, я тексты пишу. Ну и бас-гитару тоже. То есть вы играете на гитаре, пишете тексты, а исполняет их кто? Я. Ну и у меня группа же исполняет. Ну, да, ну вообще, да, конечно. Айду на быковых, а вот о процессе производства музыки. Вы дома пишите тексты, либо собираетесь вместе, и у вас какой-то мозговой штурм. Как это происходит? Всегда по-разному. То есть, от случая в случае, действительно, бывает что-то вот годное. Ну, в основном же получается, ты делаешь дома все. Ну, основу песни. Чаще всего, да. А потом уже вместе все там. Аранжировка, собирается, доруливается, готовится. Это на какой-то студии происходит? Ну, домашние, да? Да, вот у Алексея своя студия. А в каком жанре вы поете? Играете. Это как бы сложно, конечно, сказать. Ну, рок? Ну, да, вот это, конечно, как-то направление рок, но вот конкретно там пока еще не можем точно... А если вот провести аналогию для наших зрителей, чтобы им было понятно, допустим, с какой-то уже известной российской рок-группой, либо мировой, можно вас сравнить в вашей сфере в том, что вы делаете с каким-либо уже коллективом? Ну, да, больше на Алису, наверное, сравнение. Ну, да, вот это... Ну, наверное, да. По музыке, да, вот такого пост-рока советского даже, сказал бы там. Где вот с вашим творчеством можно познакомиться поближе? Ну, вот сегодня мы клип тобой привезли, то есть это будет показан, я бы не знаю, на Ютьюбе можно. Конечно, на Ютьюбе, да, а так вот и концерты, ну, чаще всего у нас, конечно, это вот с Харатсом сотрудничество. Если я правильно понимаю, у вас вот среди трех джентльменов одна леди в коллективе. Тяжело ли девушке вот так вот с вам со стороны как кажется? Это, по-моему, прекрасно. Да. Вы же не ухаживаете, да? Да, конечно, да. Следите. Обозначились. Очень ее оберегаем, конечно, да, вот. Дмитрий, расскажите вот к вам вопрос. Я просто, честное слово, всегда, когда смотрю на исполнение вживую, вот, музыкантов, я восхищаюсь всегда барабанчиками, потому что я не представляю, как можно что-то разное делать руками. Это я, правда, вот еще и ногами в этот момент там что-то, да, еще и слушать музыку нужно. Вот расскажите, сложно. И еще же это невероятная физическая нагрузка. Поначалу тоже не получалось, когда я самоучка, нигде не учился. Ну, помимо того, еще и петь при этом помудряется. Я начал где-то через года-два, наверное, на существование группы, на Бэкл-Калл еще сел. Ну, правда, что барабанщик, он после выступления, как после тренировки ее сэкспортил. Ну, это да. Много воды. Спорт же. Вы выглядите как будто в форме, прям, действительно, как натренированный человек. Гитара – это вообще штука такая. С ней очень часто бывает, что там рвутся струны, я не знаю, и какие-то еще там моменты. Расскажите, были какие-то случаи вот на концертах, что что-то, может быть, выходило из струны, ну, или вообще какие-то запоминающиеся случаи? Было последний раз, вот, да. Да, я бы сказал, неоднократно такие. Первая струна, как правило, там чаще все рвется, но у меня они редко рвутся. Да, и порвалась струна, но доиграл я песню, как бы все равно. То есть в этот момент как происходит? Паузу? Вы меняете струны? Нет, я доигрывал. Леха у нас, да, всегда молодец, если там хапара сломается, он будет играть все равно. И без струны. Тут никаких пауз. Я не люблю, поэтому лучше доиграть. Ну, то есть вы заканчиваете песню, и после этого… Другую гитару, как меня выручили, дали мне чужую гитару, и я дальше продолжу выступать. Ну, я думаю, что мы сейчас нашим телезрителям покажем клип группы Хрона, и после этого продолжим. На закат по широкой Дороги уезжаю далеко, за спиной, на пороге не осталось ничего. Я пытался забыть, чего никогда не видел сна, когда научился любить, когда летал в облаках. Когда мечтал, я в глазах свой мир не скрывал. И я не спал, я годами свой век сочинял, никогда не видел за колстом прозрачную дверь. Пустоту ненавидел, ждал побед без потерь. И теперь уже поздно. Светлую маску снимать Быть таким Очень сложно А другим Мне не стать Каждый, кто верен Верить будет и ждать Я открыл, я открыл свои двери и ушел на закат. Когда мечтал, я в глазах свой мир не скрывал. И я не спал, я годами свой век сочинял, никогда не видел за колстом прозрачную дверь. Пустоту ненавидел, ждал побед без потерь Парни, ну сразу, мне кажется, после этого клипа отпали все вопросы, которые мы до этого у вас задавали. Понятно, кто на чем играет и кто чем занимается. Расскажите, как была идея сделать клип в таком формате лайфа, где-то на природе и как вы выбирали место? Ну, как задумка была художественного клипа изначально, но в связи, так сказать, со сложившейся ситуацией, нам пришлось оставить те моменты, где только группой играем. Да, это же как бы часть клипа на улице, а часть кадра должна быть по сценарию, художественного плана. И вот, оставили только эту. Да, ну там и как бы, можно сказать, и сроки поджимали, так что все равно, чтобы не заставился. У нас и так это видео пролежало, наверное, год на полке, потом уже решили все-таки презентовать. Ну и, соответственно, это как бы полуклип такой, и он как презентация, получается, группа. Мы желаем вам, чтобы вот все ваши планы, они реализовались в скорейшее время, и вы к нам уже пришли в следующий раз с определенными статусами. И вот так вот разговарившись, мы поговорили, что у вас уже и альбом, и сразу клипов несколько. Желаем вам развития. Ну, а у нас в гостях была группа Хрона, это Виктор Золотарев, Алексей Юрушев и Дмитрий Афанасьев. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания, ребята. Субтитры подогнал «Симон»